Долгий путь на Амур. Феография Хабаров и его войска. Мы обладали Чуданова Елизавета, Кузнецова Ева, ученица третьего армии Баскова. Цель нашего проекта исследовать реографию Хабаров и Реофей Павловича, его досугах, исторических фактов и следить для народа. Задачей изучить реографию Хабарову посмотреть его заслуги, исторические факты, исследовать наследия Хабаров для народа. Хабаров и Реофей Павлович родственникам проходит и следует восточной Сибири и Прямоке. Хабаров и Реофей Павлович родился около 1605 года в деревне Дмитрия, в лес Великого Устья, в Вологодской губернии, в семье 50 поморок. В 1628 году Реофей Хабаров отправился в Магазей, занимался промыслом в Соболес, ходил по реке Лени и ее притоком, добыть ловку шлину, обменивал водопады для местного населения. В Устье Куты приток Олеж населенных источников основал в армии, занимался земледелем. После этого, когда до Хабары зашли слухи о богатстве, о мусле земель, восстановился прибыльное дело, собрал в оттенку охотших людей. Прибыл в Белинске и в марте 1649 года отправился на море. Он взял военное сражение, оружие, симфон, запретарь. И в уголове группы 60 человек из ссоя 1649 года вышел в Белинске. В 36-е по пути местная женщина поведала о роскоши страны за Амуром. Хабаров оставил около 50 человек в полгустом городке на улице. 26 мая 1650 года вернулся в Белинске и стал распространять преувеличенные слухи о богатстве в новоземничестве. И уже летом он выступил со 150 добровольцами и осенью прибыл на Амур. Захвачены в городке русские пейзи и вали, а повесенные построили и несколько земляных лишних судов начали справляться по Амур мимо сожженных самими жителями поселков. В конце сентября 1651 года Хабаров становился в предстоящем одино-болон на черную зиму. В марте 1652 года он разговаривал и в тысячу на днях в Анджури и двигался дальше в Белинске астронавирус и для сбора дальше. Отряд Хабаров побежал многочисленные победы с местными народами. Результатом этого похода является принятие коренным приамурским населением русского принадлежа. Походу Хабаров составила чертеж Левья Амура, который явился первым европейско-симатическим кафтом приамуры. Весь такой год Левья Прокотина дошла «Амуре» 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 В мае 1858 году солдаты выставили на него оборудование и основали военный пост, назвав его Хабаровск, в чьи земли находятся 17-го лета, и о Хабаровске. Датой основания считается 31 мая 1858 года. Военный пост Хабаровск получил статус на городе Хабаровск в 1893 году. В 1909 году был основан поселок, а затем и железнодорожная станция Ерофей Павлович в Монсибирском алистрале. Начал прибывшийся поход Ерофей Хабаровск, курсирующий вверх и вниз по течению реки Амур. В настоящее время в реку Танков Ерофей Хабаровск доставляет грузы в населенные пункты. В Монсибиродах России и бывшего СССР есть улица имени Хабаровск. Улица Хабаровская в Москве. Улица Хабаровская в Москве. Электроход терапии Хабаровск, курсирующий по маршруту Хабаровск-1 в Вербиджан. В 1958 году в СССР в Хабаровске на прибыводзальной площади был установлен памятник Ерофея Хабаровск. Назван в честь русского литернаходца 17-го века Ерофея Хабаровск. Прошедший он сюда веселый. Ежегодно в Хабаровске проводятся различные турниры Дальнего Востока на кубах Ерофея Хабарова. Изучив реакцию Хабаровского, Ерофея Павлович решит вывод, что великие заслуги всего берут Россию. В землю проходят и промышленные. Открылся ли они и источники. Он распространял земледелие, основал несколько поселков. Он исследовал и описал природу Восточной Сибири и Преамурии. Составил первую карту схемы Восточной Сибири и Преамурского края.